Всем привет! В этом видео я расскажу о лучших принтерах и инфу с СНПЧ. Большинство моделей отлично подойдут как для офиса, так и для дома. Надеюсь, что каждый зритель найдёт что-то полезное для себя в этом ролике. Не забывайте, что в описании есть промокод на скидку и ссылки на все устройства из подборки. Перейдя по ним, вы сможете посмотреть детальные характеристики и уточнить актуальную стоимость. Что ж, погнали! Топ открывает принтер InkTank 115 от HP, в котором используется термоструйная технология печати. Устройство может распечатывать документы вплоть до формата A4. Скорость в монохромном режиме при стандартных настройках – 8 страниц в минуту в цветном 5. Наличие СНПЧ здорово помогает при большом объёме печати. Ресурса чернильных бутылочек хватит на 6000 отпечатков, как минимум, если верить производителю. Заправить их не составит труда. Принтер больше подойдёт для дома или небольшого офиса. Он относится к компактным моделям и легко впишется в интерьер. Устройство подключается строго по USB, беспроводных модулей нет. Печать с телефона тоже не получится, но это издержки бюджетного девайса. В своём ценовом сегменте принтер однозначно будет одним из лучших решений на сегодня. Ну а до того, как продолжить, я хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы ещё этого не сделали. Ваша активность очень поможет развитию моего проекта. Следом я расскажу об ещё одной модели от HP – SmartTank 500. Только теперь речь пойдёт о многофункциональном устройстве, а не просто принтере. С форматом печати всё без изменений, A4 и меньше. По габаритам девайс чуть ли не меньше, чем принтер InkTank 115. Он отличается чуть большей высотой и глубиной, тогда как по ширине напротив занимает всего около 45 см. Эта МФУ можно смело отнести к числу устройств для домашнего использования. Для офиса рекомендуемого объёма печати в 1000 страниц в месяц всё-таки может не хватить. Сканер здесь обычного планшетного типа, автоподатчика нет, копир способен за один цикл сделать 99 отпечатков. Скорость около 10 страниц в минуту. Поддерживается технология печати HP ePrint. Кстати, не могу не упомянуть об одном из самых важных недостатков струйной технологии – пересыхании печатающей головки. Если принтер использовать реже, чем пару раз в неделю, то придётся её регулярно прочищать, спустя время могут появиться полоски при печати. Прочистку можно делать через фирменное ПО HP Smart. Девайс подключается к ПК аналогично предыдущему, только по USB. А что вы думаете об этой модели? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. На очереди ещё одно МФУ, на этот раз от Canon, PIXMA G3411. Это одно из самых популярных устройств в бюджетном сегменте, имеющее массу положительных отзывов. Девайс по габаритам получился примерно таким же, как ранее рассмотренное МФУ от HP, но функционал его выглядит поинтереснее. И если со скоростью печати здесь всё в пределах стандартных показателей, то рекомендуемый месячный ресурс устройства обозначен на уровне аж 20 тысяч страниц. Что ровно в 20 раз больше, чем у HP Smart Tank 500. То есть, он вполне подойдёт для офисной работы, где требуется печатать объёмные отчёты или большое количество документов. Другая важная особенность – наличие Wi-Fi, позволяющее работать с МФУ нескольким гаджетом одновременно. Печать со смартфона также поддерживается, требуется скачать приложение Canon Print, которое доступно и для iOS, и для Android. Из недостатков особо отметить и нечего, разве что можно упомянуть прецеденты с абсорбером или в простонародье памперсом, который быстро заполняется при частой очистке головки. Но данный вопрос решается либо его промывкой, либо сбросом в сервисном центре. Кстати, самое время напомнить про мой телеграмм. Ежедневно я публикую там интересные обзоры и топы на компьютерную тематику. Ссылка есть в описании, переходите и присоединяйтесь к числу подписчиков канала. Куда же без продукции Epson в такой подборке? L3150 можно отнести к числу лучших МФУ, выпускающихся под данным брендом. Максимальное разрешение печати достигает 5760х1440 точек на дюйм. Технология струйная пьезоэлектрическая. Поддерживается печать фотографий без полей в формате 10х15 см. Один комплект чернил имеет ресурс на 4500 черно-белых и 7500 цветных отпечатков в формате A4. МФУ оснащен модулем Wi-Fi и поддерживает беспроводную печать с любых совместимых устройств. Про сканер и копир говорить особо нечего, как обычно первому не хватает автоподатчика, что с учетом бюджета уже хотелось бы здесь увидеть. Разрешение копира, как и сканера, 1200х2400 dpi. Лоток для подачи бумаги вмещает до 100 листов. В передней части верхней крышки находятся основные кнопки и индикаторы для управления устройством. Также хочу упомянуть, что производитель дает годовую гарантию на устройство. А если пользователь отпечатает более 30 тысяч листов быстрее, чем за год, то гарантийный срок будет считаться законченным. Заинтересовались данным МФУ? Обязательно загляните в описание под видео, там есть ссылки на все модели, которые я включил в подборку. Бразе – еще один мастодонт в мире печатной техники, обойти стороной которой я не мог. Место под солнцем заслужила модель DCP-T520W Ink Benefit Plus. Это цветное МФУ, поддерживающее форматы вплоть до А4 и печать в разрешении до 6000х1200 dpi, что является одним из лучших показателей на рынке. По скорости распечатки девайс также расположился в числе лидеров. При стандартных параметрах он способен выпустить до 17 страниц в минуту в монохромном режиме и 9,5 страниц в цвете. Лоток на 150 листов – еще один из показателей, до которого многим конкурентам очень далеко. Функционал сканера позволяет сохранить результат в изображении, файл, отправить его на электронный адрес или распознать символы в тексте. Wi-Fi на месте, а значит можно без проблем использовать МФУ со смартфоном, планшетом или любыми другими устройствами. Минусы, само собой, тоже есть. Рекомендуемый производителям месячный объем печати ограничен тысячью страницами. Для домашнего использования этого будет достаточно, а вот для офиса маловато. Учитывая ценовой сегмент, очень странно, что сюда не завезли автоматическую двустороннюю печать и не установили сканер с автоподатчиком. Впрочем, на этом список недостатков я бы закончил, а вот плюсы были озвучены ранее, и их гораздо больше. Возвращаясь к продуктам Epson, на этот раз речь пойдет о втором и последнем принтере в подборке. Это модель под кодовым названием L805, которая позиционируется как устройство для печати фотографий. Данный девайс пришел на смену L800, который использовался чуть ли не в каждом втором фотосалоне страны. Многие из них до сих пор служат верой и правдой своим владельцам. Основное новшество в обновленной модели заключается в появлении беспроводных технологий печати, включая поддержку Wi-Fi и работу со смартфонами. Конструкция SNPG была доработана, что позволило убрать рычаг блокировки подачи чернил, теперь в этом нет необходимости. Стартового комплекта хватит на 1800 фотографий, формата 10х15. В принтере имеется лоток для CD-DVD дисков, позволяющий печатать на них. Правда, надо покупать соответствующие накопители с пометкой Printable. Интересно, кто-то еще пользуется компакт-дисками, впрочем, в определенных нишах эта функция лишней не будет. Ну и закрывает подборку очередное творение Epson MPU L8180. Это уже настоящее профессиональное решение для крупных фотостудий и офисов, где требуется печатать большой объем документов. Ну и одна из самых важных особенностей устройства – поддержка формата вплоть до A3. Это касается только принтера. Сканировать можно лишь форматы A4 и меньше, если печатать только фотки, то стартового набора чернил хватит на 2300 штук, формата 10х15. В случае с документами обещан ресурс в 6200 цветных и 6700 черно-белых отпечатков. Девайс подключается по USB или Ethernet порту, Wi-Fi, конечно же, на месте. Есть автоматическая двусторонняя печать. Наличие нескольких лотков здорово облегчает жизнь, можно поставить сразу и обычную бумагу и фотобумагу. Для полноценного комфортного использования в офисных условиях устройству не хватает лишь автоподдатчика на сканере. Итак, ТОП подошел к своему завершению. Ссылки на все модели и промокод на скидку будут в описании, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Напишите в комментах, каким принтером или МФУ пользуетесь вы, ну а мне пора бежать. Увидимся очень скоро, всем пока!